приветствую вас люди со всего мира мы анонимная организация тайные силы стоящие за новым мировым порядком медленно но верно продвигают свою программу тотального контроля над человечеством и ресурсами нашей планеты дэвид айк назвал это тоталитарным шарканьем на цыпочках потому что они делают очень маленькие шаги к нашему полному и окончательному порабощению в результате этого массы людей остаются в неведении относительно того что их свободы постепенно ограничиваются а власть нового мирового порядка неуклонно растет где-то на вершине пирамиды находится крайне элитарная организация известная как совет 13 семей который управляет всеми крупными мировыми событиями как следует из названия совет состоит из 13 самых влиятельных семей на земле все больше людей осознают что 99 процентов населения земли контролируется элитой составляющей один процент от всего населения но совет 13 семей состоит менее чем из одного процента элиты и никто на земле не может претендовать на членство в нем по их мнению они имеют право управлять остальными потому что считают себя прямыми потомками древних богов и королевской семьей это семьи ротшильды бауэр или брюс кавендиш кеннеди четыре семьи медичи 5 семей гонаверы 6 семей габсбурге 7 семей круп 8 семей 9 семей ракфеллеры 10 семей романовы 11 семей синклеры 12 семей в арбурге 13 семей виндзоры саксы год кобург лично я подозреваю что это не полный список и некоторые очень влиятельные семьи нам неизвестны династия ротшильдов несомненно самая могущественная и влиятельная семья на земле их состояние оценивается примерно в 500 триллионов долларов они осуществляют свою власть через мировую банковскую империю которая почти полностью принадлежит им вот самые важные институты которые усердно работают над установлением нового мирового порядка и полным порабощением человечества один город лондон финансовая система контролируемая ротшильдами не входит в состав соединенного королевства 2 федеральный резервный банк сша принадлежащий ротшильдом не входит в состав сша 3 город ватикан идеологическая обработка обман и тактика запугивания не входит в состав италии 4 вашингтон округ колумбия военные программирование сознания промывания мозгов и сокращения населения не входит в состав сша все вышеперечисленные институты функционируют как отдельные государства действующие по своим собственным законам поэтому наземление такого суда который мог бы привлечь их к ответственности множество существующих сегодня тайных обществ действуют как филиалы корпорации омега принадлежащий совету 13 семей хотя они получают щедрое вознаграждение за свою работу члены этих тайных обществ не принадлежат калитарным родам они не знают кто их хозяева и понятия не имеют каковы их истинные цели еще один инструмент массового порабощения который они используют против нас это так называемая система образования школы уже не те что раньше и дети учатся запоминать не думая и подчиняться не задавая вопросов на самом деле это устоявшаяся система образования очень дорогая в обслуживании и устарела в век интернета почему она устарела вы можете спросить почему потому что интернет дает нам свободный доступ к практически неограниченному количеству информации так зачем же мы продолжаем платить огромные деньги за государственное образование потому что мировая элита требует чтобы наши дети учились быть послушными и мыслить шаблонно сейчас вера человечества находится на грани поскольку осьминог нового мирового порядка распространяет свое влияние с одной стороны мы очень близки к полному порабощению а с другой мы можем легко разрушить их пирамиду власти просто объединившись против их обмана в мирной революции умов сердец и душ мы годами задавались вопросом в чем заключается их главное оружие порабощения это плохое образование в сочетании с постоянной идеологической обработкой это страх порожденной религией это страх быть наказанным посаженным в тюрьму или убитым системой или это невидимое порабощение финансовой системы по нашему мнению все вышеперечисленное в совокупности оказало огромное влияние на наше общество и образ мышления но их главное оружие финансовая система финансовая система незаметно поработила наш вид и теперь мы используем друг друга как рабов-должников мы все работаем с девяти до пяти каждый день в скучной и угнетающей обстановке не получая никакой творческой или конструктивной мотивации в большинстве случаев единственная причина ходить на работу это зарплата и как бы усердно мы не работали денег всегда не хватает вы когда-нибудь задумывались почему мега корпорации зарабатывающие миллиарды в год платят десятки миллионов своим seo и почти минимальную зарплату остальным сотрудникам это было сделано специально потому что у человека который постоянно находится на грани никогда не будет времени на самообразование самоанализ и в конечном счете на духовное пробуждение разве это не наша главная цель на земле стать духовными существами и под духовными мы конечно не имеем в виду религиозных и завершить цикл воплощения им не нужны образованные люди способные критически мыслить и ставить перед собой высокие цели нет такие люди опасны для системы им нужны послушные роботы достаточно умные чтобы управлять машинами и поддерживать работу системы но недостаточно умные чтобы задавать вопросы все самые большие проблемы в мире имеют финансовые корни войны приносят прибыль болезни приносят прибыль разграбление планеты приносит прибыль рабство и нечеловеческие условия труда приносят прибыль наши лидеры коррумпированы деньгами и коллективная миссия человечества на земле захвачена деньгами так зачем нам вообще нужна финансовая система на самом деле она нам не нужна по крайней мере больше не нужна планета не берет с нас ни цента за использование ее природных ресурсов и у нас есть технологии позволяющие добывать их не работая физически более того есть люди которые десятилетиями обсуждают концепцию экономики основанной на ресурсах например мистер джек фреско блестящий промышленный дизайнер и социальный инженер который большую часть своей жизни посвятил проектированию будущего города предложенные мистером фреско будут построены автономными строительными роботами они будут экологически чистыми и самоподерживающимися устойчивыми к землетрясением и пожаром другие люди уже обсуждают план перехода к экономике будущего где деньги больше не будут играть роли и всем людям будут предложены лучшие условия для раскрытия их потенциала на благо всего человечества итак наш вопрос готовы ли мы принять будущее и освободиться от контроля элиты в мире без денег итак наш вопрос готовы Продолжение следует...